Впрочем, с нынешними ценами на бензин впору пересаживаться на общественный транспорт. В среднем по России за год стоимость бензина марки АИ-92 выросла почти на 10%. Эксперты агентства Реарейтинг рассчитали, что жители разных регионов страны на свою среднемесячную зарплату могут приобрести почти 900 литров топлива этой марки. Но если в Ямало-Ненецком округе на среднюю зарплату можно приобрести более 2000 литров в месяц, то в республиках Северного Кавказа всего 480. А вот Бурятия оказалась на 30-й строчке. В нашей республике на среднюю зарплату можно купить 770 литров. Мы решили узнать, ощущают ли улан-нуденские водители рост цен на своем кошельке. Ощутимо в целом, что там рост произошел, все понимают. Но здесь это необходимость, сейчас без машины уже никуда. Вынуждены с этим работать, ничего страшного. Сверху естественно ничего не произошло. Конечно, ощущается. Но в данном случае у меня тут часть бензина компенсирует компания, в которой я работаю. Но все равно даже компания ужимается и дает бензина уже меньше. Приходится за свои еще заправляться, чтобы выполнять рабочие какие-то моменты. Если честно, я совсем не ощущаю, но я знаю, что очень сильно. Короче, дешевле было. Намного? Я не помню. Они же постепенно прибавляют. Специально. Постепенно прибавляют, мы-то вроде не ощущаем, а потом-то в конце концов все становится. Не обращаем. А если не секрет, сколько тратите на бензин? Ну, тысячу, наверное, раз в два дня. Ага. Плюс-минус. Как это? Много или мало для вас? Нормально? Выбора нет особого. Так что привык нормально. Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах тоже велик. От 42,5 рублей за литр в республике Ингушетия до 59 рублей за литр в Чукотском автономном округе. К слову, в Бурятии литр бензина стоит чуть более 40 рублей.